Девушки отдыхают Но ты была права в отношении нового священного писания Создателя Карос что-то задумал, и его план находится в этой книге Очень плохо, что он успел все спрятать, иначе бы я заставил съесть его эту писанину Карос фанатичен от природы Но сейчас меня больше пугают его намерения Ты говоришь, он отдавал слуг даром? Да, и они тоже должны быть как-то связаны с писанием Слуги оружия Знать уже пустила их свои дома Я должен быть счастлив Чертежи подтверждают предположения моих агентов Остров Маркхам предназначен для проекта Цетус Ты знала про остров Маркхам? Думаешь, легко было проникнуть в контору? Мне не нравится, когда тратят мое время впустую Ты слишком недальновиден, Гаррет Не понимаешь даже свою собственную значимость Та операция очень важна для нас Что нам известно о проекте Цетус? Чертежи слишком запутаны Но в них часто встречается ссылка на одно имя Брат Кавадор Это самая лучшая наша зацепка за последние месяцы Он нам нужен Уверен, тебе доставит большое удовольствие Задать высокопоставленному механисту несколько вопросов Узнаю, не согласится ли Кавадор немного прогуляться со мной Он сможет поделиться с нами интересной информацией Лотус, мой агент на острове Маркхам Мог бы рассказать об этом поподробнее К сожалению, в последнее время у нас нет новостей от него Вероятно, он оказался недостаточно бдительным Я не допущу той же ошибки Я надеюсь, что Лотус еще жив Он хороший агент и верный друг Если удастся разыскать его То мы будем у тебя в долгу Надеюсь, ты понимаешь, на какой риск я иду ради тебя Не каждый день мои услуги стоят так дешево Всем привет, меня зовут Артур И мы продолжаем страдать вора ночью Без чая Черт, я опять не сделал чай Ладно Ценный груз Что нужно сделать? Нужно похитить Кавадора И вернуться с ним к своей шлюпке Это, наверное, знаете, это, наверное Как миссия вторая из первого вора Когда мы вытаскивали Басу из тюрьмы Гениальная миссия, на самом деле, это была Она даже до сих пор вспоминается у меня В красках больше Имеется в более цветастых красках Чем она была на самом деле Нужно найти Лотоса У него может быть полезная информация о Кавадоре Нужно найти и прочитать еще один отрывок Из нового священного писания Господа Строителя Старый Смотритель Маяка был когда-то отличным мореходом Приятель-контрабандист сказал нам Найти и украсть его старинный навигационный глобус Он должен быть спрятан где-то в думе Задолго до того, как механисты обосновались на острове Маркхам Он был базой для шайки пиратов Под предводительством самого темного Вильяма Маркхама Самого темного Вильяма Маркхама По слухам, Маркхам оставил здесь немалые сокровища Найти их и никого, естественно, не убивать Я заранее извинюсь за возможное, скажем так, заикание Просто потому что я дико устал на самом деле Я дико устал, спал буквально пару часов Еще и пришел домой, света не было Потом его врубили, а я уже дремал в это время В итоге со слегка стынливой головой сейчас Ну, в общем, такое Так, давай возьмем У нас есть стрела лоза? У нас есть стрела лоза Я думаю, что ее нам хватит В 1х стрел 20 штук я тоже думаю, что хватит Давай возьмем газовых Тут будут механисты Вот две газовые стрелы Они сильно могут выручить Огненная 300 монет Ну, давай Пускай будет На самом деле, в принципе, остальное нам как бы и не надо Я так смотрю Можно Говорят, что яйцо жабы Это своего рода Легальный чит То есть Если мы будем откуда-то падать И кинем его себе под ноги То мы не разобьемся Потому что Из разряда упадем на мягкое Если мы кинем эту штуку возле механиста Убьем его Это не засчитается как убийство Но, честно говоря, я Лично для себя Я вот для себя это засчитаю как убийство Поэтому Давай мы возьмем еще газовую стрелу Раз такие дела На все остальное возьмем водяных Да, хорошо Пускай будет так Где бы я был на месте Кавадора? Смотри Гаррет, получается, приплыл просто на лодочке Да, реально немножко напоминает Ту самую миссию Но На самом деле мы сейчас с вами находимся на таком этапе Когда я не помню вообще ничего Тихо Имеется ввиду, что Если вот предыдущую миссию Как я уже говорил Я так смутно припоминал То есть имеются какие-то такие моменты Башни у не того же некроманда Которая у меня очень сильно отпечаталась В памяти То сейчас я не помню вообще ничего До свидания Ого, слушай, кажется, у меня есть отличная идея Я уверен, что мы очень сильно нашумим, но Журнал строительства Наши работы над подземной базой идут по плану Поначалу прибыв сюда, на остров Маркхама На шлем бухту заброшенной Маяк стоял неисправным И домик смотрителя Лежал почти в руинах Какие бы пираты не называли сие место домом своим Они покинули его задолго до нашего прибытия Головорезы устроили под маяком тайную базу Содержащую несколько убогих строений из скверного дерева По большей части Мы разрушили эту пародию на строительство Те же домишки, что были прочные Мы оставили стоять, дабы использовать их для наших собственных нужд Фактически, по указаниям брата Кавадора Наши новые сооружения были Струены прямо в те здания Кое мы унаследовали В истину печально видеть столь могущественную сталь Пятная мы прикосновениями гнивщего дерева На наши действия Продиктованы необходимости Новая бурильная машина В истину потрясает Она сверлит отверстие в твердом граните И дети строители легко собирают, разбирают ее Когда бы нужда того не потребовала Она будет весьма полезна Когда потребуется вырезать обособленные секции пещер Сегодня глаза мы заметили еще один серебряный самородок Эти жилы богаты по щедрости строителя Сдается мне, лучше придержать это маленькое открытие для себя лично Да, ну понятно, да Нужно быть внимательней Нужно быть внимательней Я это говорю каждую серию Потому что мы пропустили в предыдущей серии По-моему около трех секретиков Это не круто, но тем не менее Тем не менее мы это сделали Так Я так понимаю, что если я начну бурить То скорее всего я не пробурю дальше Мне кажется, что я просто Выбурю как раз вот эти самые самоцветы А ну давай попробуем Да, смотри Да, смысл был именно в этом Слушай, а у нас есть какие-то требования? Нет, у нас нет никаких требований к золоту Хорошо Но это совсем не означает, что если мы Если мы Забьем на его собирание Имеется в виду, что это совсем не означает, что мы забьем на его собирание О, точно Голова у меня синево-барионная, конечно Знаете, я начинаю немножко понимать вообще суть вещей Суть вещей Какой долгий путь наверх А вот это что? Это Газовая стрела, по идее, да? Так, на самом деле у нас здесь несколько путей Мы можем попробовать залезть по Имеется в виду, подняться на лифте Но на лифте вы сами понимаете Если я начну ехать Шума поднимется немеренно Поэтому лучше я Вскарабкуюсь Это очевидно идея лучшего И тем более я слышу, что там уже камера Как долго вы здесь находитесь, что вы успели камеры понаставлять? Огненной стрелой можно их ломать, кстати говоря Тихо-тихо-тихо Действуем профессионально Так Ворота к маяку Мастерскую Открыть Эти открытые, походу Да? Так, это дело отключить я не могу Пролезть, пройти мне нужно Я не хочу тратить А сколько у меня огненных стрел? Эм Три Я не хочу тратить так опрометчиво стрелу Смотрите, я поднялся, видимо, вот именно сюда, да? Есть еще выше Кнопка по-моему Нет, кнопка активна Короче А, смотри Кажется, если я дерну вот это То я смогу все-таки Эту камеру сломать Тихо-тихо-тихо-тихо Кара сам по себе оказался, кстати говоря, умнее, чем я предполагал Для меня было, конечно Для меня, на самом деле, было удивлением То, что он знал о нашем приходе Ну, с другой стороны Я мог догадаться о том, что он мог знать Потому что Тихо Если ты увидишь дерево, сруби Если ты увидишь волка, убей его Если ты встретишь еретика, лишишься Что-то сегодня мой слух подводит меня О, Господи, какие же вы ядрюные Честное слово Мы, кстати говоря, в предыдущей серии встретили Помните Ребенка-слугу или типа того Я клянусь, что там было что-то странное Очень жуткая тварь Чертовски жуткая Но мне сказали, что она безобидная Я, по крайней мере, надеюсь на это Так, там закрыто? А, так я обе решетки закрыл Ты здесь? Ты видела? А, нет, подожди, там открыто Подожди, там закрыто Как она прошла? Что это за механистская магия? О, смотри Там что-то очень интересное Да реально, смотри, закрыто Она взяла, прошла через решетку Это вообще нормально Так, ладно, если я оставлю их здесь Я думаю, что ничего страшного не произойдет Потому что Здесь вроде бы кроме них Больше никто не ходит, да? Ладно, я не буду рисковать Я лучше подожду нормальный лифт Потому что я уверен, что если я сейчас Начну лазить по камням Я определенно подскользнусь Упаду, сломаю себе ноги И в итоге Виктория во мне разочаровывается Хотя он с другой стороны Здесь на камне... Нет, подожди Здесь на камне ничего не было Ну да Рычаг поднятый вверх Открывает ворота вверх Да, логично Хорошо Виктория, кстати говоря Вот по общению Я бы не сказал бы Что она пытается нас обмануть Мне кажется, что она Как я уже и говорил Мне кажется, что она нуждается В нашей помощи Больше, чем мы в ее... Больше, чем мы в ее помощи И мне кажется, что Союз с ней будет Очень хорош Очень эффективен Смотрите, когда эта штука Активируется Активируется и эта штука Слушай, а в этот момент Смотри, вот он стоит Неактивен, да? Но у него же бак Скажем так Все равно полон То есть, чтобы Чтобы его активировала камера У него бак должен все равно Гореть Так или иначе И когда Камера нас засекает Он просто Из спящего режима И выходит Начинается атаковать Но получается, что его бак Он работает на каких-то углях Может быть и на чем-то таком Чисто теоретически Он должен Выгреть Смотри, двигается То есть, если он будет Вот так просто стоять Без действия Чисто теоретически Он должен просто Выгореть Да и все И в итоге Там через Пару лет Такого простоя Когда камера нас засечет Он уже не сможет двигаться Потому что у него топлива Просто не будет Так, мне кажется, что это Потрясающая идея Вылазить Именно здесь Но это было дурацко Иди прыгать на верюшки Ага Это все вы хотите сказать, да? Мне кажется, что это все-таки Не все Сам маяк-то посмотри на него Не помню Я сказал вам Или нет Но мы сейчас находимся На этапе Когда я не помню Вообще ничего Надо волосстрел Видимо В зенах купить Больше Я, честно говоря Как-то не предвидел Этот момент С тем, что здесь Могут быть Роботы Больших количеств Но роботы В принципе тупые Так что Не беда А если я Один раз попаду Стрелу Я, честно говоря Не знаю Он будет так Продолжать стоять Или все-таки Нет Или он Потом через время Продолжит Свой ход Обрыв Нет, ну знаете Вроде бы Не так тут И много То есть Мы в принципе Просто находимся На острове Где Посреди которого Просто маяк И нам нужно Отсюда выкрасть человека Принести туда Где мы С вами Начали По идее То есть В принципе Вы находите Сходство С той самой миссией И нужно Быть внимательнее Потому что Мы На предыдущем этапе Как я уже сказал Пропустили Довольно много Секретов О господи Чуть-чуть Муховая Нет, подожди Мне нужно видеть Все видеть Она там одна Или нет Вроде бы да Чуть-чуть Боком Боком Муховая Сюда Да что ж такое Хватит топать Спасибо Пусть Это такое Крутое ощущение На самом деле Играть в такую Потрясающую Культовую Игрушку По второму кругу И не помнить Ничего Это Так Так круто Как бы я снова Заново играю В игру И знаю Что она Отличная Так Давай-ка Задим сюда Нет Кстати говоря По поводу Карлса Стоило бы Вот тут Подождать На самом деле Да Я себя знаю Я бы сейчас Улинулся бы Прямо за ним Думая Что я успею Ему вломить Но Зная себя Я поступил Иначе Сразу просто В бог Отошел Ого Я говорю Что Карлс Говорю Что Карлс Поступает Знаете Как Он поступает Ну Мне показалось Что он поступает Примерно Как Примерно Как Картман Если помните Мультик Саус Парк Если смотрели Такой И там была Серия Про то Как Картман Менял Брал Текста Христианских Песен И просто Менял Одно Именно Другое И преподносил Как свое Вот мне Мне показалось Что Карлс Делает Примерно То же Самое То есть Он Берет Уже Готовые Письмена Строителя Имеется Ввиду Молотов И просто Меняет Их Под себя Тихонечко Я надеюсь Что здесь Не будет Тих самых Детей Потому что Эти Дети Слуги Они Реально Очень Жуткие Так Ну пока Вроде бы Не тяжело Кто порхает Как Стрекоза Если я Начну Заходить Ему В Смотри Кстати Говорят Тут Такой А тут Такой Фахел Если я Начну Ему Заходить Сбоку Я Пожалей Об этом Поэтому Лучше Зайду К нему И со Спины Тихонечко О Часть Его Невиданной Машины И в этом Лежит Мое Спасение Тихо 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 Так Ну пока Что мы С вами Идем Очень Очень Неплохо Надо Отметить Как То Все На удивление Просто Сейчас Идет На самом Деле Такое Впечатление Словно Меня Что-то Ожидает Что-то Очень Неприятное В конце Вот Допустим В предыдущей Серии Вы Сами Видели Что Произошло Ух ты Секстант У штурвала Нет Одной Из Рукояток Ага Я Типа Понял Компас Для Карт Так Карта Где Кавадор Кавадор Скорее всего В секрет В секретке Где-то Вот сюда Прав Истеренок Только Они Достойны Внимания Создателя Может быть И нет Может быть И нет Чует Мое Сердце Хорошо Хорошо Что Этого Не Слышал Карас На самом деле Тихо Хм Как Странно Внезапно Оказаться Карасу Скорее всего Не понравился Такой Разговор Имеется Ввиду Конкретно Ответы Вот этого Товарища Но Тем Не Менее Меня Радует Что Кто-то Стоит Под Сомнение Что Кто-то Ставит Все-таки Под Сомнение То Что Проповедует Карас С другой С другой С другой С другой Я уже Говорил Что Карас В принципе Карас Наверное Ну Не Сосранец Он Мне Да Мне Говорили Что Мне Со мной В принципе Были Согласны В плане Того Что Он Не Засранец Но Тем Не Менее Он Личность Такая Уникальная Скажем Так Которая В принципе Преследует Свои Некоторые Мотивы С Которыми Можно Не Согласиться Я Стоит Говоря Здесь Не Заметил Лизучки Или Заметил Но Забыл Они Я Уже Говорил Что Карлс В принципе Пытается Что-то Менять Будь Я На месте Карлса Я бы Наверное Тоже Что-то Менял Но Я бы Не Менял Это Во Вред Людям Слушай Знаешь Что нужно Сделать Нужно Вылезти На Крышу Потому Что Я Почти Уверен Что На Крыше Что-то Есть Нет Не Так Вот Так Надо Вылезти Ну-ка Тихо По крыше Можно залезть туда Камни Я так понимаю Не Зацепится Стрела Да Я Не Совсем Понял Где Внизу Моя Дорогая Вирджиния Умоляю Тебя Любовь Моя Не Возвращайся В Бухту Звездного Света Те Проклятые Пираты Вернулись И Быть Собираться Остаться Прошлой ночью Я послушал Разговор Двух Мерзавцев Они намерены Устроить В подводных Печарах Что-то Вроде Базы Я боюсь За свою Жизнь Но Пришло Время Занять Твердую Позицию На всякий Случай Я спрятал Наши Ценности В тайнике Я только Надеюсь Что Курьерский Корабль Прибудет Просписанию И письмо Это будет Доставлено Тебе Вовремя Любящий Тебя Наданиэль А Вот он Ого Это Глобус Маленький Глобус Это Должно Стоить Кучу Денег Навигацион Глобус Да Отыскать Двое Средителя Старинный Навигацион Глобус Подожди Это Задание У нас Только Сейчас Появилось Получается Да Я не Помню Что У нас Было Так Хорошо Есть Несколько Идей Мы Можем Подняться На Крыше Вроде Через Крышу Влезть В окно Маяка Можем Сделать Как нормальные Люди Залезть Через Низ Подняться То есть Сверху Вниз Подняться В маяк Чтобы Ничего Не пропустить Наверное Так и сделаем Потому что Реально Как-то Тут Честно Говоря Спокойно Относительно Здесь Кругом Дерево Камень То есть Для Гаррета В принципе Это все Очень Неплохо Металл Они Поставили Только На входе И тут Там Пара Роботов Ничего Такого Особенного Здесь Не Происходит Но При этом Человек Здесь Находится Важный Важный Важного Человека Стоило Немножко Лучше Спрятать Я полагаю Тихо Так Мне Мне Это Не Не Нравится На Сам Дели Тихо Тихо Бестон Присоединяется К спиральному Клапану Спиральный Клапан К передаточному Механизму Передаточный Механизм К паровому Молоту И услышите Вы Слово Кароса У меня Приказ Никто Не Должен Пройти Да Твою Мать Город А он Не Обратил Внимание Выходи И Сдавайся Ключ А А Дома Зимний Я Понял Кто Здесь Создатель Так Погоди Я могу Покликать Нет Это Декоративные Кнопочки Ой Чую Я Что Здесь Что То Не Просто Так Как То Все Слишком Гладко Идет Мне Кажется Что Сейчас Когда Мы Зайдем В Морозильню Вполне Вероятно Что Там Будет Рычаг Имеется Ввиду На То Вы Поняли Меня Рукоятка И Когда Мы Используем Откроется Какой Подземный Проход Который Будет Просто Огромный Мне Так Потому Что После Предыдущей Миссии Здесь Как-то Подозрительно Все Просто С другой Стороны Нужно Понимать Что Мне Нужно Ковадор Еще Вытащить Отсюда Для Чего Им Столько Льда Хорошо Вопрос Главное Чтобы Никто За мной Дверь Не Закрыл Иначе Я Здесь Окалею Ого Слушай Да С ним Уже Все Плохо По-моему У него Уже Все Отмерзло Лотос Я Чувствую Механиста Я Не Механист Я Гаррет Гаррет Да Леди Сказала Что Ты Придешь Знаешь Знаешь Что я Приду Но Чшшш Друг Время Уходит Есть Один Механист По имени Ковадор Карос Доверяет Ему Проведение Секретных Раз Ка Все чаще чаще к нему обращается. Проект Цетус, Цетус Амикус, Гроза Малей. Ты должен рассказать леди. Не беспокойся, я найду Кавадора. Карас будет остановлен. Тебе необходимо взять ключ. Будь осторожен и... Гаррет. Да, мой друг. Чем я могу помочь? Холод. Я ничего не чувствую. Гаррет, я умоляю, верни меня, Зелёный. Убей меня. Нет. 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 Смотрите, нам нельзя убивать только механиста. Вот почему здесь так подчеркнуто. Если я буду тянуть, скорее всего, он умрёт. И в итоге будет всё не так, как я бы хотел бы. Смотрите, в Мамадоре, когда мы с вами проходили, я Кэтрин решил не убивать. Ну, давайте здесь поступим иначе. Я думаю, это будет гуманно. Он всё равно умирает. Наверное, это было правильно. Смотрите, он получается, он полностью, у него всё обморожено. То есть, даже если бы я его вытащил, предположим, да, и он бы смог бы каким-нибудь чудом выжить... Смотри, я не сделаю там просто 0,5 температура. Если бы он даже смог бы как-то выжить, он бы выжил бы, скорее всего, бесконечности и вообще без всех, наверное. Соответственно, он бы только страдал бы, скорее всего, всю жизнь оставшейся. Я не знаю. Я просто не знаю. Какого чёрта? Подожди. Это не... Ну-ка. Тайный лифт. Тайная подземная база. Да. О чём я и говорил. Внимание. Вследствие недавнего несчастья, случившегося с другом Вентусом, на подводных постах установлены мною нескользящие куврики моего собственного изобретения. Эти устройства так же мягкие, как ковёр и полностью водонепроницаемы. Обещаю тебе, эти куврики позволяют всем механистам сохранять достоинства как перед отцом Кароса, Каросом, так и перед самим господом-строителем, друг Аманус. Знаний создателя. И если перенесёшь его знания на бумагу, то будешь благоденствовать вечно. Прикольно. Даже несмотря на то, что я сейчас прохожу дальше, я всё равно всё ещё ничего не вспоминаю. То есть все эти фрагменты из моей памяти выпали полностью. Это должно быть и есть, Сетус Амикус. Надо пробраться на корабль и посмотреть, что и как. Офигеть. Вот этого товарища, скорее всего, не оглушил. Смотри, он, получается, ходит в шлеме. Это водолазный, я так понимаю, да? Но, тем не менее, он железный. Я, судя по всему, с ним ничего не смогу сделать. Слушай, я не понимаю, какого чёрта вообще происходит? Зачем Каросу? Зачем Каросу подводная лодка? Да, ты посмотри на эту хрень. Тихо. Банан. И в итоге огненные стрелы я зря не трачу, да? Ну, в принципе, зачем, если можно просто обойти? Не вижу смысла. Смотри, они ходят в водолазках. Что он задумал? Я вообще ума не могу приложить. Зачем ему это? И вообще, когда я увидел подводную лодку... Я резко всп... Воу-воу-воу-воу-воу. Воу-воу-воу-воу. Сейчас рванил. Я резко вспомнил этого. Вольфенштейн почему-то. Как ни странно. Собака меня сразу спалил. Он даже не стал, как-то там, не знаю, минживаться. Увидел, начал стрелять сразу. Вот падла. Плохая идея, но что поделать? Дело в том, что он встал на проходе, и теперь хрен его оттуда сдвину. Вряд ли сам там пройду теперь. С другой стороны, мне, похоже, и не придется возра... А, нет, подожди, придется. Мне нужно найти Квадора и вытащить его отсюда. Если, конечно, получится. Вполне вероятно, что он... Сейчас, ну-ка, вот я-ка посмотреть. Вполне вероятно, что у нас задания уже поменялись. Так, Квадора. Так, прочитать отрывок. Это понятно. Найти давно забытое правские сокровища. Проникнуть на борт. Найти, прочитать журнал Капитана. То есть, на борту мы прочитаем журнал. Сокровище я пока что без понятия, где мы с вами найдем. Скорее всего, где-то на борту мы и найдем самого Квадора. Квадор должен быть неподалеку своих машин. Карас у нас... На самом деле, я Караса считал, помимо всего прочего, я считал его еще и изобретателем. А он, получается, своего рода пророк. То есть, он просто несет религию. Банан тебе. Понял? А ну, давай сразу отсюда сходим. Это очень интересно. КОНЕЦ 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 КОНЕЦ